Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Здесь строить нельзя. Общественники Барнаула продолжают борьбу за неприкосновенность зеленых зон. Береги рубль с молоду. Молодежь края учит школьников ввести бюджет и не вестись на мошенников. Посмотрите, как они живут. В Рубцовске закрывают приют для животных после видео, которое появилось в социальных сетях. Почти 400 граждан поставили свои подписи в петиции против застройки парков имени Ленина и целинников в Барнауле. В выходные прошел очередной митинг общественников и экоактивистов. Напомним, ранее зеленую зону на пересечении улиц Антона Петрова и Ленинградская, то есть территорию парка имени Ленина, краевые власти планировали застроить спортивным комплексом. Но позже общественники убедили чиновников не делать этого. Теперь активисты решили закрепить успех. Новая петиция направлена на то, чтобы полностью запретить дальнейшую застройку как этого парка, так и соседнего целинников. За последние годы их площадь сильно сократилась, и люди боятся, что скоро зелень там исчезнет полностью. Итогом митинга станет обращение горожан к губернатору края Виктору Томенко и министру спорта региона Алексею Перфильеву. А вот в Рубцовске под угрозой исчезновения оказался единственный приют для собак. В интернете появились видео с пометкой «Не для слабонервных». На кадрах видно, в каких условиях существуют питомцы приюта Алиса. Общественники обвиняют руководство Алисы в том, что они не кормят собак и держат их на коротких цепях. В приюте же уверены, что на них просто устроили травлю. Всего за год Алисы было отловлено и пристроено по домам почти тысяча собак. Сейчас в приюте находятся более сотни питомцев. Все они могут вновь оказаться на улице, ведь больше приютов в Рубцовске нет. Известно, что накануне в интернете начался сбор средств на новые будки. Добавим, что приют живет исключительно на пожертвования. По всей видимости, без участия местных властей не обойтись. Но администрация Рубцовска в этом году даже не продлила контракт с приютом на отлов собак. Мы ждем официального ответа от рубцовских чиновников. К другим темам. Налог для самозанятых планируют ввести в Алтайском крае уже в этом году. Регион станет одним из немногих, кто будет практиковать такие сборы. На сегодня налог собирают в 19 субъектах России. В июле у россиян появится возможность оформиться как самозанятый. К этой форме бизнеса относятся таксисты, репетиторы, представители индустрии красоты и другие ремесленники. Те, чей годовой доход составляет не больше 2,5 миллионов рублей. Налоги с них остаются в том регионе, где они работают. Для того, чтобы стать самозанятым, нужно скачать мобильное приложение, отправить свое фото, либо оформиться через сайт налоговой. Заплатить налог от 4 до 6 процентов можно будет онлайн. При этом страховые взносы и отчисления в пенсионный фонд осуществляются по желанию. В Алтайском крае впервые подготовили армию волонтеров по финансовой грамотности. В их ряды вошли полтысячи школьников и студентов. В форме игры, квестов и лекций волонтеры объясняют, как правильно планировать семейный бюджет, карманные деньги, как пользоваться банковскими картами, что такое кредит. Готовят таких просветителей в Алтайском институте развития образования. В проекте участвуют более 60 учреждений. Это школы, колледжи и вузы края. Финансовую грамотность изучают даже второклассники. Они рассматривают денежные купюры, определяют признаки подлинности банкнот. Все, что касается ярко-агрессивной рекламы, как рационально спланировать бюджеты и не поддаться рекламе, связанной со скидками, купи два по цене одного и так далее. В курсе по финансовой грамотности есть и пункт про интернет-мошенничество. Волонтеры рассказывают детям и подросткам про самые хитрые схемы аферистов. Кстати, в прошлом году в крае произошло 4000 онлайн-преступлений. И, как показывает практика, их жертвами становятся не только пенсионеры, но и молодежь. 24 педагога вошли в финал конкурса «Учитель года Алтая-2020». Это лучшие учителя, которые прошли отбор на районном уровне. Например, в Благовещенском районе сразу 8 педагогов боролись за право выйти на региональный этап. Теперь учителей ждет очный этап в середине марта. Преподаватели будут давать открытые уроки в неклассные мероприятия. По итогу жюри конкурса выберет 6 лауреатов. А победитель представит Алтайский край на всероссийском конкурсе «Учитель года России». Добавлю, что пока этот почетный титул никому из алтайских учителей завоевать не удалось. А вот конкурс, который мы проводили в преддверии Дня всех влюбленных, завершен. Если честно, мы думали, что желающих признаться в нежных чувствах своей второй половинке будет больше. Не постеснялась публично сказать «люблю» вот эта семейная пара. Именно ей достался пригласительный на ужин для двоих в индийском ресторане «Омшанти». Расположен он в центре Бурнаула на проспекте Красноармейский, 72. Отличительная особенность этого места – меню. Здесь работают повара из Индии. А по соседству есть магазин индийских товаров и центр йоги. Традиционная спартакиада Октябрьского района Бурнаула открыта. Официальная часть состязаний пришлась на день волейбольных баталий. А всего в программе 13 видов спорта для представителей различных организаций района. На открытие побывала и наша съемочная группа. Проходит уже 21-й раз спартакиада предприятий и организации Октябрьского района – это давняя спортивная традиция. Где еще встретите битву налоговой службы, таможни, врачей и банковских клерков, энергетиков и строителей? Спорт – это здоровье, движение – это жизнь. Но в работе помогает? Конечно, помогает. Скажу с уверенностью, что такие соревнования проводятся в городе Бурнауле только в Октябрьском районе. И по нашему принципу у нас были проведены в прошлом году городские соревнования. И на городской спартакиаде победила, конечно, команда из Октябрьского района – Алтайская таможня. Это один из главных претендентов на победу и в нынешних состязаниях. Но соперников с каждым годом становится все больше. Каждый год все больше и больше команд. В этом году уже 15 команд у нас участвуют в спартакиаде. А в прошлом году сколько? В прошлом году было 11 команд. Жалко, что коллектив у нас небольшой. И составить конкуренцию для таких, как союз и таможни, у нас сложновато. Но мы стараемся. Постараться придется всем, ведь спартакиада – это 13 видов спорта, в том числе и шахматы, боулинг, плавание, мини-футбол, гири. Призы – это денежные сертификаты на 10, 20 и 30 тысяч рублей. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.